У нас на связи Сергей Лойко, журналист, писатель, фотограф, автор нескольких прекрасных книжек, в том числе «Аэропорт и рейс». Вы, как журналист, объездили огромное количество военных конфликтов, скажем так, и видели, что у каждой войны, наверное, есть какие-то свои особенности, и с точки зрения того, как развивается война, и с точки зрения того, как воюют люди. К примеру, можно привести «Афганская война» — это фактически война регулярных войск против партизан, и наоборот, соответственно, «Буря в пустыне» вспоминается, как война, которая произошла сначала в небе, точнее, с неба, и потом уже была военная операция. Как вы могли бы описать нынешнюю российско-украинскую войну? Эта война для меня — первая война, ну, в общем-то, уже с 2014 года, в которой нет полутонув. Это черно-белая война, в которой все ясно. С одной стороны зло, с другой добро. Ощущение такое, что мы находимся в начале Армагеддона библейского, потому что я могу себе объяснить, что страной России управляет сумасшедший, и это не в первый раз. Россией управляет совершенно безумный султан, как писал Булат Акуджава, «Безумный наш султан сулит дорогу нам костров». Но этот султан развязал кровавую войну в центре Европы. Далее. Я могу, в общем-то, как-то объяснить, что десятки тысяч человек выполняют его преступные приказы с оружием в руках сейчас в Украине. Грабят, убивают, насилуют, потому что я знаю качество этой армии. Это собрали самые человеческие отбросы, которые стали человеческими отбросами. Возможно, не по их вине, но которые готовы за деньги идти и убивать, и грабить, и насиловать. Это можно заключить из разговоров с пленными, из перехвата телефонных разговоров. Да и вообще, посмотрите, из Москвы, из Питера, собственно, вообще ни одного человека в армии нет. Из каких-то населенных пунктов, о которых я вообще никогда не слышал. Но самое страшное, что миллионы людей в России вот это вот поддерживают. И вот здесь я уже вижу какую-то дьявольщину. Поэтому готов, готов со страхом поверить в то, что сейчас мы, в общем-то, вживую читаем откровения Иоанна Богослова. Такое впечатление, что воины света сейчас борются, правда, против сил зла. Такое впечатление, что сейчас какое-то идет противостояние силы света и силы тьмы. Правда? А скажите, какое для вас было... Вот тогда уже в 2014 году в Донецком аэропорту я понял, что против нас, против украинцев воюет армия орков. И я назвал их орками. И у меня были большие проблемы с руководством газеты «Лос-Анджелес Таймс», которая обвинила меня в том, что я необъективен. Собственно, поэтому через несколько лет мне пришлось уйти из газеты, потому что действительно на украинской войне я стал необъективным. Я выбрал свою сторону. Против орков. За воинов света. И самое интересное, что сейчас очень часто применяют именно эту фразу. Так и называют расистов, их называют орками. А вот скажите, для вас, какие дни были самыми тяжелыми в этой войне? Вот за эти 100 дней. Я сейчас не говорю только про 2014 год, или, может быть, вы можете что-то вспомнить. И было ли у вас ощущение, что у России есть шанс? Шанс победить? Нет, ощущения у меня не было, потому что я с первого дня оказался в украинских окопах рядом с броварами и ожидал там нападения российской армии. И я видел вокруг себя украинских людей. В общем-то, я даже их солдатами не назову, хотя, конечно, они герои-солдаты. Но это были обыкновенные люди, которые просто надели форму разных возрастов, разных профессий. Там были все, от учителей до историков, до артистов. Там в одном окопе были два адвоката и один прокурор. И тогда я понял, что я должен снять вот эту энциклопедию, видео-энциклопедию украинского сопротивления народного, народного сопротивления. И я стал делать серию таких маленьких блиц-интервью по полторы-две минуты. Как вас зовут? Сколько вам лет? Кто вы по профессии? Что вы хотите сказать украинцам, своим родным? Что вы хотите сказать врагам? И все, слава Украине, героям слава. И сейчас у меня уже 135 интервью. И для меня самое тяжелое, вы спросили, что самое тяжелое на этой войне. Мы уже потеряли двоих из этого цикла. Молодого парня 26 лет и среднего возраста мужчину 50 лет. И я был в составе сичи, карпатской сичи. Со взводов. Там было 26 человек. Из этих 26 человек уже 9 погибли. И вот недавно в Харькове на передовой погибли 4 моих товарища. И несколько тяжело ранен. И вот это самое страшное для меня. Потому что Украина теряет своих лучших людей. Свою соль земли. Цвет своей нации. А Россия теряет без этих портов, которых там тьмы и тьмы. Скажите, пожалуйста, вы неплохо знаете американскую политику. Скажите, вот по вашим оценкам, США делает все возможное, чтобы нам помочь? Или что-то все-таки удерживает для победы Украины? Я надеюсь, что США делают все, чтобы Украине помочь. Но иногда, иногда создается такое ощущение, что Соединенные Штаты устраивают этот конфликт в Европе. Это война в Европе. И они готовы пожертвовать последним украинцам, чтобы практически обезвредить Российскую империю. То есть, по-моему, и конец. И вот сейчас США наблюдают за тем, как идет процесс. И они поняли, что они должны помогать украинцам, потому что украинцы показали себя прекрасными вояками, прекрасными солдатами и офицерами. И они обладают фантастической мотивацией, которой нет, наверное, ни у одной армии мира сегодня. И американцам, какие бы ни были мотивы правительстве Соединенных Штатов в Конгрессе, им все равно так или иначе нужно и приходится помогать украинцам. И я думаю, они в этом плане, в этом смысле будут идти до конца. И еще мы не учитываем, мы должны учитывать одну вещь. Осенью будут выборы в Конгресс. Поэтому Байден и Демократическая партия, а там все 50 на 50, не могут себе позволить эти выборы проиграть, если они думают о втором сроке. Это будет как раз середина срока Байдена. И поэтому, конечно, Байден должен сделать так, чтобы Украина эту войну выиграла. По совершенно любым причинам, которые нам понятны или непонятны. Следующий вопрос, если честно, непростой, потому что в украинском обществе происходят разные процессы, и в том числе, например, часто говорят о том, что все русские одинаковые и так далее. Что вы можете ответить, как человек, у которого российский паспорт, который является российско-американским журналистом и при этом защищает Украину с оружием в руках? Украину я не защищаю сейчас с оружием в руках, не буду из себя порчить героя. Первую неделю у меня было оружие в руках, и я был в окопах, когда враг уже наступал на Киев. А потом, когда я понял, что, наверное, я все-таки больше пользы принесу, как писатель, который описывает эту войну и находится в ней, который понимает украинцев, понимает солдаты, к которым они относятся хорошо и с уважением. И мне очень легко работать на передовой. Я думаю, что ни у одного журналиста нет такой возможности, и поэтому я должен эту возможность использовать. Мне никто не дает никаких указаний. Я делаю свою серию. Каждый день я беру интервью, и принцип такой — брать интервью на передовой, в окопах, в блиндажах, в подвалах, откуда украинцы ведут войну с Россией. И сейчас напомните мне, чем кончался ваш вопрос. Собственно, о той пелемике, которую вы наверняка тоже видите в Фейсбуке и в других социальных сетях, когда одни пытаются убеждать других о том, что все русские одинаковые. По-другому, русских и хороших русских. Я не хочу участвовать в этой дискуссии. Я русский человек, в котором полным-полно намешано крови. И фамилия у меня такая тоже странная. Поэтому я так скажу. Я делаю все от меня зависящее, чтобы быть хорошим русским. Потому что я испытываю ответственность и в какой-то степени вину за то, что произошло с Россией, а теперь происходит в Украине. И я знаю, что есть очень много русских, которые так или иначе хотят помочь Украине. На мой призыв, вы знаете, я сделал призыв, видеопризыв на английском языке, обращенный к Западу, чтобы приезжали добровольцы, вот уже около ста иностранцев, американцы, французы, немцы, шведы, итальянцы и даже 16 русских обратились ко мне за консультацией, как им приехать и как им сражаться в Украине. И мне очень приятно, что даже вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев окольными путями рискуя жизнью пробрался в Украину и сразу же созвонился со мной и заявил, что он увидел мой призыв и решил, что ему нужно приехать в Украину. А Украина – это его родина. Он родился в Украине, его родственники живут в Украине. И он вернулся сюда, и он хочет воевать. Не знаю, дадут ли ему возможность, но и его желания, и его мотивы искренни. Поэтому есть разные русские. Но сегодня я бы не хотел защищать русских, потому что они должны защищать себя сами. Сергей, скажите, еще в первый год Российско-Украинской войны вы написали теперь уже культовый роман «Аэропорт», как свидетель героической обороны Донецкого аэропорта. И тогда я знаю, что после знакомства с киборгами и воинами света, как мы их все называем, была встреча, и вы написали этот роман. Сейчас мы же понимаем, что людей, которые пострадали, и которые погибли, обороняя нашу землю, и те, которые остались живы, слава Богу, их очень много, этих воинов света. И я думаю, что теперь, может быть, родится еще один роман или какое-то сочинение или какая-то особенная книга от Сергея Лойко. Не знаю. Пока я полностью занят вот этим своим проектом, вас защищает. Мне кажется, он очень важен, потому что, например, вы со мной согласитесь, что когда вы смотрите хронику Второй мировой войны или смотрите фотографии, наиболее интересное для вас это портреты людей, портреты солдат. И хочется, чтобы они заговорили, хочется увидеть больше про них. Потому что, ну, вы увидели, как на пленке стреляет танк, потом стреляет другой танк. Это все одно и то же. Вы увидели какой-то корабль, который ведет бой или который тонет. И все корабли одинаковые. Знаете, как говорят искусствоведы, чтобы увидеть замок и понять, что такое замок, достаточно увидеть один замок, все остальные замки точно такие же, с маленькими изменениями. А люди все разные. И вот для меня самый главный человек, для меня самые главные его глаза. И я делаю эти свои видеопортреты. Знаете, вот мне написала жена погибшего солдата. Сергея, не могли бы вы мне прислать? И я, знаете, со слезами на глазах все видео, на которых был он, ей послал. Потом мне написала мать погибшего солдата другого. И тоже я ей послал видео. И там было такое видео одно, где я иду по окопу, а передо мной идет этот парень Влад, ему 26 лет. Он бывший монтажник-высотник из Западной Украины, из Робных, по-моему. И он идет передо мной, и я его снимаю. И говорю, такое ощущение, я в кадре говорю, такое ощущение, что я снимаю художественный фильм. А ведь это же, блядь, война. И из песни слова не выкинешь. И вдруг он исчезает, он уходит за поворот окопа, исчезает из моего кадра. И это последний кадр его. И мне кажется, вот эти вот портреты, они будут иметь огромную моральную цену после войны. И мне важно, чтобы все, чтобы люди увидели их. Потому что они смотрят в кадр через мои глаза и разговаривают через меня со своими родными, со своими близкими. И еще последнее я хочу рассказать. Я снял, похвастаюсь, как мне кажется, самый лучший кадр в своей жизни, лучший аэропорт, лучший рейс. Это просто получился шедевр, но не благодаря мне. Мы шли с военными, с солдатами по полю, и начался обстрел минометный прямо этого поля. А рядом была такая бетонная какая-то плита, вросшая в землю, не знаю, по какой причине, что там раньше было, что-то или не доделали, или разломали. И мы легли под эту плиту, потому что мины летели прямо над ней, оттуда, над головой. И взрывались неподалеку. И с каждым взрывом мы вжимались в землю, потому что разлет осколков очень большой. И если ты лежишь, то под углом они все-таки, скорее всего, пролетят над тобой. И это продолжалось минут сорок. И вдруг один солдат, ему надоело это, он в перерыве между взрывами запел украинскую народную песню, а другие солдаты начали ее подтягивать. И тут прилетела еще одна мина. И мы опять все сжались в землю. И только мы поднялись после взрыва, он запел ее снова. И солдаты пели вместе с ним. И это, это для меня просто огромный подарок мне, всем украинцам, и вообще всему человечеству, потому что это как-никак лучше иллюстрирует волю к победе дух непреклонности украинского народа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok